Призм, Темпера, Центр правительственной связи Великобритании, АНБ. Речь об организациях и программах, о которых многие раньше не слышали, но которые влияют на жизнь каждого человека. Благодаря Эдварду Сноудену о программах слежки теперь знает во всем мире и информации становится все больше. Появится больше сведений о шпионаже со стороны АНБ США в Германии, будут опубликованы новые данные и о других странах. Первое откровение Эдварда Сноудена было опубликовано в начале июня этого года в британской газете Guardian. Цель программы призм — негласный сбор информации в интернете. Спецслужбы США контролируют электронную почту, обмен фотографиями, чаты. Такие крупные компании, как Google и Microsoft, пошли на сотрудничество с АНБ, предоставив спецслужбе доступ к базам данных пользователей. Сбор информации проводится начиная с 2007 года. США начали поиски Эдварда Сноудена. Он бежал в Гонконг, откуда последовало новое откровение. С помощью секретной программы Темпера Центр правительственной связи Великобритании совместно с Агентством национальной безопасности занимался сбором данных. Это и телефонные звонки, информация из интернета в максимально возможных объемах. Из Китая Эдвард Сноуден перебрался в Россию. Около месяца провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. 1 августа получил свидетельство о предоставлении временного убежища. X-Kiss Core — секретная программа компьютерного слежения — является своего рода шпионским аналогом Google. Будь то защищенные документы или телефонные звонки, американские спецслужбы благодаря этой поисковой машине имели неограниченный доступ к интернет-пользователям по всему миру. Программы слежения направлены на борьбу с терроризмом. Так, по крайней мере, говорят в США. Эдвард Сноуден и его сторонник Гленн Гринвальд иного мнения. Сноуден сказал мне, что все эти программы не имели ничего общего с национальной безопасностью и терроризмом. Речь идет только об экономических выгодах и других формах влияния. После того, как мир узнал о прослушке мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель, скандал вокруг американских спецслужб вышел на новый уровень.